Я понимаю, что как бы не по тому порядку, не в хронологическом порядке, но Раби Шимон Барьюхай – это Раби Шимон Барьюхай. Значит, вообще надо сказать, что Раби Шимон Барьюхай в Талмуде, незабываемо я читал биографии, человек очень удивляется, почему Раби Шимон Барьюхай записан в автора Зогара, когда в Талмуде это чисто галахист. Он, да, это ученик Раби Акибы, причем, наверное, один из последних учеников и тот, кто очень долго у него учился, 13 лет у него учился, ученик Раби Акибы, причем именно в Галахе. Ему, он считается автором Мхилты, а именно галахического комментария к книгам Бамидбары дворей. То есть он, именно чисто галахические такие вещи. В Галахе, кстати, Макель был при этом. Что интересно про него, вот его вот в Талмуде, там как бы есть две стороны. Ну, во-первых, Раби Шимон Барьюхай был, отличался тем, что он один из немногих, кто считал, что в Галахе, а когда определяется заповеди Торы, Торы, нужно принимать во внимание то, как называется, там их митцвот. Вот есть некоторый спор, он старый, он еще во времена Памуда уже начался. Это смысл заповеди. Но тут в смысл заповеди надо добавить одну вещь, к этой теме смысл заповеди, можно ли его использовать в качестве аргумента при Галаха. Вот смотрите, вот есть классическое место в трактате Мишна, трактат Павмыцыя. Значит, там обсуждается вопрос о, можно ли брать залог с вдовы. И Раби Шимон говорит, с богатой можно, а с бедной нельзя. Почему? Потому что, ежели тебе надо будет возвращать, если ей понадобится вещь, значит, если вещь понадобится, то сам должнику, то надо вернуть ему залог и взять какую-то другую вещь под залог. Вот, но тогда тебе придется ходить к ней. Они могут пройти дурные слухи. По этому поводу, а, да, тут замечу, значит, стих, который обсуждается в Торин, «Лотих боль бэгаталмана, не бери в залог одежду вдовы». Вот отдельно. Значит, Раби Шимон, говорю так, что у богатой можно взять, а у бедной нельзя взять. Почему можно взять, нельзя брать у бедной, потому что, так как ты взял одежду, то если ей эта одежда понадобится, тебе придется к ней прийти, отдать ту одежду, которую взял, и взять что-то другое. А потом назад возвращаться. Так как тебе придется ходить туда-обратно, то о вдове пойдут дурные слухи. Ну, мужчина, который ходит вдове, регулярной основе, все понимают, зачем он туда ходит. Все догадываются. Может быть, неправильно догадываются. По этому поводу Раби Шимон утверждал, что у богатой можно взять, потому что к ней ходить не придется, а к бедной брать нельзя. Но причем вот здесь довольно важный момент, что он сам додумывает причину, почему, и ставит это в основание галахи. Он немногие люди так делали, потому что большинство народа считает, что если в ней написано, то заповедь абсолютно, и если в ней нет никаких условий, то так и надо поступать. Значит, сказано, не бери одежду вдовы, так не бери одежду вдовы. А богатая, бедная, и не разбираемся. Раби Шимон считал, что мотивы постановления нужно принимать во внимание. Беда в том, что мотивы как бы им додуманные. Вот здесь вот, где важный момент. И он считал, что это можно ставить в основание галахи. Кстати, в Мишне постановлено, что именно против него. То есть, что ни у богатой, ни у бедной брать нельзя. Значит, ну еще раз, он галахист. В Талмуде он чисто галахист. Но есть другая вещь, что про него там же в Талмуде, когда речь зашла о том, что надо поехать в Рим, заступиться за народ Израиля, то было сказано, что поедет Раби Шимон. Да, в Мишнест там Раби Шимон, без уточнения, это Раби Шимон Барьохай всегда. Вот это надо просто знать, что вот всегда есть люди, которые вот имя и имя отца, а есть просто имя без отца. Так вот, Раби Шимон, без указания сын кого, это Раби Шимон Барьохай, Мишна постановляет против него. Так вот, когда речь зашла о том, что надо ехать в Рим, то про него именно сказано, «Пошлем Раби Шимона, он, значит, у нас Мелумат Бенисим, он умеет творить чудеса». Такое вот одно признание. И далее есть знаменитая история, я не знаю, нужно ли ее в очередной раз рассказывать, это Раби Шимон и его сын Элиезер в пещере. Эту историю практически все знают. История выглядит довольно интересно. Он вообще был резко против римских властей. И кажется, в отличие от Раби Акивы, он действительно принимал участие в восстании Барковки. По крайней мере, Рим, он ненавидит лютой ненависти. Причем настолько, что он, собственно, восстание Барковки было поддерживалось слухами о том, что вот-вот начнется война Рима с Парфией. Ну, это такой исторический факт. И там было на грани войны, и Раби Шимону принесет высказывание, что в тот момент, когда ты увидишь парфянского коня в земле Израиля, придет Машеев. Все понимают, на самом деле, вот в историческом контексте, тут редкий случай, когда я согласен, что нужно привлекать исторические данные для объяснения, чем он говорит. Парфия, кстати, захватила ненадолго землю Израиля, но не тогда, а спустя 450 лет, в 600-каком-то там году. Ничего хорошего из этого не вышло, парфяне не выполнили никаких обещаний, но вот такая надежда была. И вот этот знаменитый спор по поводу, как прекрасен этот народ, который построил мосты, построил бани, это был как раз Раби Шимон, который сказал, что это спор. Это как раз спор. И выход из пещеры, когда падали птицы от взглядов Раби Шимона, и он сжигал мир. Вот такая история. Эта история рассказана в Талбуде, и она есть в Зохаре. То, что я хотел, значит, собственно, это биографически, есть несколько книг, попытка реконструкции биографии Раби Шимона с разной степенью успеха, что, по-моему, не очень интересно. Я не очень люблю такие книги, художественные книги. А хотел я, значит, посмотреть какую-нибудь историю, важную историю, связанную с Раби Шимоном в Зохаре. Про Раби Шимона в Зохаре и про мудрецов Зохара. В Зохаре хватает упоминаний. Ну, то есть, про самого Раби Шимона не очень много. В основном, более, там, более есть не менее важные персонажи, которые жили после него. Да. При этом еще надо знать одну вещь про Раби. Про Зохар надо знать одну вещь. Что ровное место для всех, кто изучал Зохар, в том, что обычно, когда называют автора книги в еврейской традиции, то указывает того, кто ее запечатал. То есть, тот, кто ее окончательное оформление. Хотя потом могла быть редакция. Вот Талмуд, там указываются два автора, Равина и Рафаши. Хотя после этого еще 50 лет продолжалась редакция, но, собственно, вот текст Вавилонского Талмуда – это Равина и Рафаши. Это последнее указание. В Зохаре прямо обратное построение. Там Раби Шимон Бар Юхай Рашби стоит у начал Зохара, а вот дальше там куча авторов, которые живут после него. То есть, он как бы не завершающий, не человек, который завершает Зохар, а человек, который открывает Зохар. Это вот тоже надо понимать про Зохар. И, по крайней мере, все, кто внимательно читал Зохар, в отличие от того, что принято в популярной литературе утверждать, что язык Зохара – язык поздний, пласты… Если языковый анализ Зохара демонстрирует, что там разные плоскоязыка, и написано в разные времена, и это хорошо видно. Писать, что там один автор, ну, скажем, некоторые части Зохара очевидно написаны разными людьми. Ну, вот, причем очевидно… Ну, вот мой знакомый, который действительно всерьез занимается Зохаром, говорит, что там идеи даже разные могут оказаться, что это не только на уровне языка, а на уровне идей разные. В данном случае я буду зачитывать вещь, которую на самом деле принято читать. Причем читают вот в Тикун Лэль Шевуот, эту историю читают. Но, правда, я немножко не тот вариант, который обычно приводит в связи с этим. Дело в том, что, ну, существует для тех, кому интересно, существует Тикун Лэль Шевуот на русском языке, вообще-то он даже существует. Значит, я сейчас посмотрю, «Шмот, гафтарот, мишна, берешит, кто вим, я цыра маво, тикун, тикун, тарахикун, а где… я просто посмотрю, где сам текст Тикун Лэль Шевуот. «На вень, кто вень, да решит…» Вот, но там в конце приводится отрывок из ЗОГа. Так вот, я собираюсь зачитывать другой отрывок. Это отрывок из то, что называется «Идра Раба». Это отрывок, значит, учитывайте, что в названии ЗОГа есть отдельные отрывки, по-разному называющиеся. И этот отрывок, который, вот откуда я беру, называется «Идра Раба». Третий том в стандартном издании он находится. Значит, и, собственно говоря, это, наверное, важнейшая вещь в истории Каббалы-то что-то происходит. Просто начинаю читать, попробую как-то объяснять по ходу читения. «Сказал Раби Шимон своим друзьям, доколе мы будем сидеть и под сенью одного кедра». Значит, хотя написано в псалмах время «Этла Асад Хашем Хафирот Ратеха». Значит, тут надо знать одну вещь. Вот эту цитату, которую я только что привел, эта цитата, она из книги псалмов. И здесь важнее даже не сам смысл стиха, который не очень хорошо понятен. Кстати, открою тайну. Стих этот, он из кита. Акит, как известно, самый длинный псалом, какой есть только. И там ближе к концу сказано буквально следующее. Время действовать, ну, принятый перевод в данном случае, время действовать ради тебя, Господи, когда нарушают Тору твою. В Мишне уже этот стих, среди всего прочего, упоминается всякий раз, когда говорится о постановлениях, которые на первый взгляд нарушают сложившиеся обычаи, когда приходит «Этла Асад Лашеем», означает, что надо что-то менять. И это призыв к изменению, связанный с тем, что без этих изменений наступает только хуже, идет и пришло время изменений. По этому поводу, вот это высказывание ради Шимона, доколе мы будем сидеть под тенью одного кедра, хотя написано «Время действовать ради Всевышнего», когда нарушается Тора его. Дней мало, взаимодавец давит, и каждый день провозглашают, и немного осталось тех, кто жнет урожай на поле, а они все еще находятся на краю виноградника и не знают, куда и как идти. Собирайтесь, друзья, левейт Идра в дом собрания. Вот теперь слово «идра», оно только в Зохаре, оно, его нигде нет. О значении слова идут споры. Ясно, что это собрание. И по контексту определяется, слово не определяется. Собирайтесь в собрание, облаченные в кольчуге. Вооружитесь мечами и копьями в руках и собирайтесь побыстрее. С разумом, знанием, дальше идут перечисления всевозможных слов, связанных с разумом до Твуна, набравшись силы для рук и ног, и выдрузите корону на царя, в руке которых жизнь и смерть, чтобы отрезать, чтобы точно отвесить слова истины самой высокой святости, которой радуется знание. Значит, тут надо понимать, что вообще балэйга кэрым для Талмуда, когда говорят, что куцарэйга садэ, те, кто жнецы, это знатоки кабалы, тайной части тары, те, кто находятся на краю виноградника, это те, кто еще не вошли в заросли тайных учений. Значит, сидел раби Шимон и рыдал, и сказал, значит, вай, вам и я открою, и вай не открою. Горе, если открою, и горе, если не открою. Его друзья молчали, встал раби Аба и сказал, если тебе приятно, то говори и открой, ибо сказано тайна Господу боящимся его. А вот собравшиеся друзья, это те, кто боятся Господа, и собрались они уже ла идрашэль бэйт гэ мишкан. На собрание бэйт мишкан, это такой намек на скиню. Некоторые вошли, а некоторые уже даже и вышли. в этом собрании участвовали. Кроме перед раби Шимоном пребывали раби Элизар или раби Элизар по-разному пишется, его сын, раби Аба, раби Игуда, раби Йосиф бар Яхов, раби Ицах, раби Хисхе, бар Рав, Бравхи, раби Йосиф, раби Яса. Значит, из известных чудотворцев в этой истории безусловно раби Йосиф и раби Йосиф Баргяков и раби Хиев. Это те, кто в Талмудии напоминается как чудотворцы. И протянули они руки раби Шимону и вошли в поле между деревьев и сели. Встал раби Шимон и прочел молитву и сел среди них и сказал, пусть каждый протянет мне руку. И он взял их за руки и сказал. И он потах ваамар. Значит, это оборот характерный именно для Зогара. Потах ваамар открыл иначе. То есть началь. проклят значит сказано проклят человек, который сделает песэлю мессыха, который сделает скульптурное или литое изображение деяния кузнеца и поставит его тайком. И все сказали амэн. Вот это внимательно еще раз. Собрание, на котором раби Шимон берет клятву от присутствующих, проклят человек, который делает литое извояние, который делает цепь кумира, то, что называется в русском языке. и все сказали амэн. Что здесь делает это высказывание? Понятно, что имеется в виду это зохар и имеется в виду, что проклят всякий, кто допустит материальное представление Бога. Бог нематериален, не имеет образа, а по этому поводу занятия кабалой, занятия мистикой еврейской начинаются с проклятия тому, кто решит представить все, о чем будет дальше говориться, буквально, а не фигурально. Значит, начал Раби Шимонов и сказал «Эт ласот лаше» время поступать ради Господа. Значит, почему время совершать поступки ради Господа, потому что нарушают Тору. Что значит нарушают Тору твою? Тора высшая, которая пренебрегает и не произносит имя как положено Лаотик Йомин, значит, ситуация выглядит следующим образом. Значит, здесь без надо просто понять, о чем идет речь. На самом деле, вот это проблема читателей Зохра. Почему сегодня, например, ни один нормальный человек не начинает чтение Зохра, тот, кто приступает к Зохра, он всегда читает Зохр вместе с Суламом. Более того, тот, кто приводит цитаты из Зохра, хорошо видно, что он опирается целиком и полностью на Сулам. Сулам – это комментарий книги Зохр, современной XX века, в основном состоит из перевода Зохр на иврит. Ну, вот, приблизительно такой же, как Штейн-Зальц к Талмуду, вот такого рода комментарий, плюс всюду еще раскрыто смысл того, что говорят, потому что регулярно просто за рассказом не видно, о чем идет речь, и там нужен человек, который посвящен в тему и может открыть. Вот то, что я сейчас зачитал, может возникнуть неправильное впечатление о чем идет речь, а именно, что значит высшая Тора ей лежит в пренебрежении, если не и асэшэм зэбатикунав, если не выполнить это имя в точности, как ему положено. Для атикьем, для того, кто это сказано про атикьем. Имейте в виду следующее, что вообще эту асотла шэм, то асотла шэм это время правильно произносить и правильно понимать четырехбуквенное имя Всевышнего. Это вообще не о прямых смыслах, здесь вообще не идет речь. И имеется в виду, что нужно иметь правильное понимание имени хво-я-бару-ву, и в основном относиться к его, и когда его понимают неправильно, а его следует относиться к сфере теферет. Сфера теферет это, я вообще обычно это называю гармонией, сферу это не великолепие, это просто это самое, оно неправильно, понимая, если это перевести именно как красота, то неправильно понимаем, правильно это гармония. И вот почему. Основное, ну, если не идти в зейранпин, и не идти в сельсферот нижних, то средняя сфера между хэсет и гвура, милосердие и сила, на самом деле милосердие и сила идут очень аккуратно с терминами, то регулярно возникает впечатление, что средняя сфера это лошон мы а знаем, то, что называется, как весло коромысло, то, на что опирается, что правильно уравновешены весы. Ну, вот в Зогаре употребляется термин лошон мы а знаем. Представляете себе, слушайте, я не знаю, современные люди знают, как выглядят старинные часы с коромыслом, я надеюсь, по крайней мере, Нас еще ими пользоваться учили на уроках химии. Значит, причем так, тщательно учили. Значит, на самом деле, гармония – это отдельное искусство, это не просто равновесие, это умение создать из двух противоположностей единую картину, это отдельная сила. вот то, чего регулярно упускается, что тип фэрэд – это не просто точка равновесия, а это отдельная сила, которая умеет создать, гармонизировать две противоположные силы. Сила гармонизации, она – сила. Вот это надо понимать, что хэсет и гвура – это две силы, это всем очевидно, а вот что тип фэрэд – это сила регулярно неочевидно. И имя хэшэм в правильной каване намекает, подразумевает по Зохару, по вот этому отрывку Зохара, подразумевает именно тифэрэд, именно гармонию, мировую гармонию, и это имя, когда вы читаете это имя в источниках, вы всегда понимаете, что речь идет именно о гармонизирующей силе мира. Если что-то, я говорю, совсем непонятно, прервите, я не буду таких отступлений больше делать. Я просто не знаю, насколько понятно я говорю, я не… это самое. Слух Зохара не очень часто читают. Ясно. И о Атик Йомин и о предвечном, о древнем, это самое, древнего, сказано «Счастливый столет, кто подобен тебе или кто подобен тебе среди богов». Значит, Атик Йомин – это кэтер в Зохаре. Это сфера кэтер, а сфера кэтер – это сфера и не сфера. Это источник сферот. Давайте я очень грубо буду говорить, я не буду входить в тонкости. Это источник сферот. Но если на древе сферот, это вот самая верхняя часть, там, где угол верхний изображен. Карал Ираби Эль-Азар Бно, позвал он своего сына Ираби Эль-Азара и посадил его перед собой. Ираби Аба посадил с другой стороны. А ну клальнага коль, мы общее представители всего, и досюда мы установили основы. промолчали. Услышали звуки грохот, приближающийся грохот, крыльев, которые стучат друг от друга. Что это был за шум? Это шум высшего собрания, которое собиралось. Обрадовался Раби Шимон и сказал «Кашем, я услышал, что ты меня услышал и испугался». Значит, смысл выглядит так, что собравшиеся трое Раби Шимон в середине будет представлять Раби Аба и Раби Эль-Азара, которые сидят справа и слева, будут представлять две другие сферы. И в ответ на этих трех собирается собрание свыше. Раби Шимон обрадовался, что собрание как бы услышано. Дальше он приводит цитату из книги Мишлей. Кто ходит с пересудами таит тайну, но я просто перевод беру с книги. Кто ходит с пересудами открывает тайну, верная же жена таит дело. Иширхиль, значит, хомех, ирхиль, мегалэсот, на иман рух, мхасэдавар. Дословие я на иврите привожу. Мне очень не нравится, как переведена книга Мишлей в имеющихся его переводах. Вида в том, что сам я не знаю, как ее переводить, потому что переводятся это поговорки. Значит, хомех, архиль, дословно, сплетник раскрывает тайны, а верный духом человек скрывает вещи. Вот, дословно. Значит, говорит Раби Шимо, этот стих трудный для понимания. Нужно не хомех, архиль, не идущий, кто ходит с пересудами, тот, кто переводил, в данном случае переводил дословно, старательно. Вообще, чтобы было понятно, рхиль – это корабейник, рахиль, как профессия, это корабейник, тот, кто ходит от двери с двери. Отсюда сплетник – это тот, кто ходит от двери с рассказами, вот такой вот корабейник. Значит, почему сказано холых, архиль, почему ходящий со сплетнями, нужно говорить и жерхиль, нужно говорить «человек сплетничает». Почему же их ходят? Значит, потому что то, что вот шело ниткишеф брухо и нонейман. Вот вещь, которая, ради которой я это, может быть, и зачитываю, ради вот этой потрясающей фразы, потому что для всякого, кто занимается зазором, когда он начинает об этом говорить, он должен это иметь в виду. Значит, то, что не, вот дословно, то, что не ниткишеф брухо, то, что плотно не село на душу человека, для это ненадежно. Вещь, которую слушала и ходят внутри него, как будто плавают отруби в воде, все это не имеет смысла, и это следует, и он это выкидывает наружу, и это и есть Магаласан. Я попробую сказать по-другому немножко, но вот эта мысль, она важнейшая. Он говорит следующее, холех ирхейн, это мысли о вот этих, я еще раз хочу вернуть, мы занимаемся Идра-Раба, вот этим большим собранием, которое является основанием для книги Зоффа. То самое собрание, которое переводит и объявляет, что сидеть под сенью одного кедра нельзя, под пшатом тары и только заниматься только законами и пшатом нельзя, нам нужны еще два столпа. Кроме столпа закона, нам нужен столб Хэцет и столб Тиферет. Нам нужно еще две колонны. Этим мы сейчас занимаемся. По этому поводу, когда вот это говорит, вот как он начал с непонятного, если не понимать контексте, проклятия тому, кто создает себе литого кумира, имея в виду совершенно не буквальное понимание, а именно, что даже в голове у себя нельзя это представлять, и все собравшиеся дают клятву. По этому поводу тот, кто приходит в мистику, должен понимать, что он занимается, ничего материального здесь нет и не будет. И все отвечают амэн. То здесь на ту же тему. Пока все лонит именно холех рхиль, то, что ты услышал, и еще у тебя ломит ешепси, то, что в тебе еще бродит, это рхиль, это сплетни. Пока это в тебе не улеглось, надежности в этом нет. То есть услышанное недавно на эти темы, оно будет сплетней. это ходящая вещь, пока она тебе не устаканилась, вот извините, давайте в терминах, которые здесь употребляются, как отруби, которые плавают на воде и выплескиваются, вот пока они не сели на дно, пока все это не улеглось, все это нельзя говорить. Почему? Какой причин? Потому что все это потому что душа этого еще не сформирована и не может существовать. но тот, у кого рухо-руах-киюн, тот, для которого все это уже твердо запечатлено в душе, о нем написано «Нэйман рухмыха садава», надежный духом скрывает вещи. Все зависит от духа. Как сказано, не давай своим устам вести в грех свое тело. Это из шея вот стата. И мир существует только мир, ниткаем, стоит только на тайну. И если на темы, которых мы говорим о мире, необходима тайна, то когда мы говорим о тайнах тайн предвечного и высших тайн каббалистической торы, которые даже не переданы высшим ангелам, тем более и тем более. и сказал рабище Монн, небесам не сказано, чтобы они слушали, а земле не сказано, чтобы она слышала. поэтому это утверждение мира. Вот теперь далее. Это спустя, в Зохаре это спустя 20, ну, приблизительно 20 страниц Зохара спустя, происходит следующее. это конец Идра раба, то, что я сейчас читаю, то есть высокого этого собрания, великого собрания. Еще не успели уйти товарищи с этого собрания, с Идра, умерли. Раби Йоси, сын Раби Якова, Рафхиски и Раби Яси. Увидели товарищи, что святые ангелы уносили их на за мосах, за занавес, сказал Раби Шимон нечто и успокоились товарищи. Вы можете подумать, что хасвы шалом, Боже упаси, постановлено нам наказание за то, что через наши руки открылось то, что было скрыто со дня, когда Маше стоял на горе Синай. И из-за этого мы претерпели наказание. И услышали голос «Счастлив ты, Раби Шимон, счастлива доля твоя, счастливы товарищи твои, которые стоят рядом с тобой, которым открылось то, чтобы не было открыто ни одной силе высшей, но иди приходи бы в хороге садена в цироге цивдлатега». Вот теперь начинается самое важное. Вот эта цитата на первенце своем основывает его и на молодом установит его двери, сейчас я целиком приведу, тем более когда хотят люди, которые прилипли душой к высшему миру и в этот мир были забраны из этого мира. Вот для того, чтобы понимать, что здесь сказано, нужно просто понимать, что за цитата Бог стоит. Значит, цитата, я много раз говорил, что когда читают Митраши, пожалуйста, следите за цитатами и лучше всего открывать книги и посмотреть цитату и контекст. Тем более при скверной привычке издателей никогда не приводить стих целиком. Стих надо читать целиком, а старые издатели экономили бумагу и переводили только первые части. Ну, тем более переписчики они, тем более и силы, и время, и бумагу. Вы хоть догадываетесь, что две копейки за тетрадку советского времени они были установлены еще в начале 19 века, а теперь догадайтесь, что такое две копейки начала 19 века. Это по поводу, меня учили, я забыл, кто из комментаторов, к Шульхана Руху, у него суперкраткие комментаторы, и просто о нем известно, у него не было денег на бумагу, поэтому он писал суперкратко. У него просто не было денег на бумагу. Так вот, цитату надо проверять, и надо просто понять, о чем речь. И заклял Ягашуа в то время, после падения Ерихона, и сказал, проклят человек перед Господом, кто встанет и построит этот город Ерихон. На первенце своем обоснуют его, и на младшем сыне своем установят ворота ему. Дальше это проклятие, кстати, было потом исполнено, в книге Млохи можете почитать, как это проклятие было исполнено. Значит, то, что здесь появляется, это действительно, вот что такое сила Медраша, и как одной цитатой заворачивается мысль. Вот теперь сюда. Мы открыли то, что не было открыто, приди и посмотри, вот написано, на первенце своем заложат его фундамент, и на младшем сыне установят врата его. Тот, кто выполнил это, тот, кто восстановил Ерихон, про него сказано, что когда он начал его заложить основу, умер его первенец, и когда он устроил ворота, умер его младший сын. Это вот, чтобы было понятно. Тем более, то, чем мы занимаемся здесь. То есть, рабе Шимон, вот это начало Идра раба, то есть, есть два комментария к этому стиху. Один комментарий. Время поступать Господу, когда попирают Тору Твою. Второе понимание, есть время, когда надо попирать Тору Твою, когда надо отменять установленные обычаи и в нарушение их для спасения большего пренебречь меньше. По этому поводу, теперь сюда, когда эту деятельность, которой они здесь занимаются, обозначают восстановлением Ерихона, то надо понимать, что то, чем они занимаются, это как раз то самое выступление против установленных вещей. в большом собрании начинать обсуждение каббалистических дел, при том, что прямо в Мишне Раби Шимон Бар-Юхай, он старше Мишны, ну, в смысле, написанной честь, описанной Мишны, и прямо сказано, что такие вещи не учат в коллективе, вот эта идея, давайте скопом приобщимся к святости, она, ну, вот поперек стоит всей Мишны, всей еврейской традиции, значит, и он говорит, что вот это две смерти, которые произошло, это смерти восстановления Ерехон. Но, но, счастливы люди, чьи души были прилеплены к высшему миру и были взяты из этого мира, счастлива доли их, потому что они в совершенстве своем покинули этот мир. Учат, когда открылись эти вещи, когда были открыты эти вещи в собрании, о котором мы говорим, раздался шим в высших мирах и в низших, и голос пробудил 250 миров, потому что древние скрытые вещи были открыты внизу, и пока эти высокие души были покрылись благовониями тех слов, вышли их души поцелуем и были привязаны к высшему миру и унесли их высшей ангелой и вознести кверху. И почему это случилось с ними? Потому что они вошли и не вышли, что было раньше, а все, кто были после них, вошли и вышли. Значит, мысль все та же и упоминалось пребывание Мошена-Гори-Сина, это здесь, это сюда. Трое, которые погибли в этом собрании, которые умерли смерть как поцелуй. Я, по-моему, рассказывал о смерти как поцелуй в истории с Надавом и Авиху. Значит, они до этого уже вошли в парадес. Я же не случайно именно этих людей упомянул в качестве известных чудотворцев, но они тогда еще не вышли. Остальные, кто присутствует на вот этих погибших, установлены основы, установлены врата, остальные могут войти и выйти. Остальные теперь собравшиеся, по крайней мере, могут войти в сад кабалы и выйти оттуда. И вышел голый глаз сверху и сказал, а вы, привившие к Господу вашему Богу, живы все сегодня. Встали и ушли, и всюду, куда они смотрели, поднимался аромат, сказал раби Шимон. Это означает, что мир был благословен благодаря нам. Дальше 10 вошли и вышли. Раби Шимон радовался, раби Аба был огорчен. Раби Шимон как-то и раби Аба сидели вместе и сказал раби Шимон нечто. Вы видели трех этих, которых ангелы высшие приводили и приносили в высшие чертоги и ввели их Харе Афарсимон Тахори. В Нагоре Афарсимон это Миро. Это есть Миро, Мор. Афарсимон это более позднее название боссом, слово боссом, но Мира, главное благовоние древности. Сигарета Мор, оно вот именно отсюда, кстати, отсюда, это Миро на английском. И успокоился раби Аба. С того момента эти товарищи не выходили из дома раба Шимона, и когда раби Шимон открывал им тайны, там находились только они, и их называли, и раби Шимон называл их глазами Хашема по пророчеству Захарии, пророчеству Аминария, семь этих святильников Минары, это глаза Хашема, которые ходят по земле, ну, дальше идет разговор с семьей, я, в общем, считаю, что на этом можно остановиться. Ну, вот такая история, я не знаю, насколько вам она близка, но это зачитываю, я зачитывал отрывки из Идра Рабы, из некоторого фрагмента книги Зоха, по-моему, очень поучительные, мне это было читать достаточно поучительные. вот как-то так. Да. То есть трое ушли, семь остались внизу? Да. Благодаря тому, что трое ушли, они как бы проложили путь? Они были, вот это не очень понятно, тут открыто все для толкования, в любом случае, они были забраны из этого мира, и я подозреваю, что здесь как раз это вот в трактатах Яга, Яга, по-моему, да, четверо вошли в Пардес, да, Раби Акива вошел и вышел с миром, один Бен-Зума, Бен-Азай, кто еще? А, Яхер, да, один вышел и отверг все, один сошел с ума, это Бен-Зума, а один умер от физической болезни, на самом деле, это Бен-Азай. Значит, здесь вот та же самая идея по поводу только здесь они вошли в десятером в Пардес, остались семеро, трое остались в Пардесе, как бы, ну, в более высоком мире, не в самом Пардесе, но на самом деле разделяем несколько эти места, трое подцепили там ангелы, трое не смогли выйти, вот где-то вот такая на самом деле, я подозреваю, что вот в этой истории, в трактате хэгига, по поводу троих первых, которые, это самое, это трое, которые не смогли выйти целыми оттуда, один оставил разум, Бен-Зума, один оставил тело, Барьоха, а третий оставил опять разум, только разум сердца, вот, знаете, у раби Шимона есть потрясный совершенно драж по поводу, кто был учителем раби Авраама, ой, кто был учителем Авраама Авида, я говорю, кто был учителем Авраама Авида, ответ, у него были две почки, они его советовали, и они его учили. Вот где-то вот такая вот мысль по поводу то, чего оставил Тамахер. Хер тоже ушел не целиком, ведь на самом деле то, что он ушел из мира Тора, он там оставил. Вот что там оставил? Один, понятно, разум, это Бен-Зума, один, понятно, тело, это Барьоха, Бен-Азэй, а вот что Тамахер оставил Ахер, что там потерял Ахер. Он там потерял что-то, он что-то не смог оттуда вывести. Да? Там ведь такая мысль за всем этим стоит, и только ради Акива, обратите внимание на формулировку. Них нас бы шалом, бы яца бы шалом. Вошел целым и вышел целым. Не с миром, а целым. Всегда помните, что слово шалом лежит рядом с словом шалем целым. Более того, пророка и шаягу, слово шалом противопоставлено слово разбитое. Целое против разбитое. Шалем, да, это целое, ара это корень рейш айн айн, разбитое. В Танахе многократно слово глагол рейш айн айн, и он может разбивать как каузативный глагол рейш ют айн лахарея. Разбивать именно. Синоним именно разбивается. Можно доказать, что это именно это значение. Поэтому он вошел целым и вышел целым, а вот эти трое не смогли. Здесь трое остались. Просто они душу там оставили, не смогли оттуда выйти. И они еще хороший вопрос, кому больше повезло, трем этим или трем этим. Потому что они вышли, были забраны, как здесь написано, вышли мут не с толку в целости покинули этот мир. Ну вот так, да. Ну вот, да. Большое спасибо. Может, есть еще вопросы? Ну, значит, все будем считать, пребывают впечатлениями, собираются обдумать, как там, чтобы холех ирхил одолжен лилит яшеф вначале, должен устаканиться, да, как отруби на воде, они выплескиваются отруби, одолжен устаканиться, и тогда это называется найман, и тогда это называется твердое знание. Это то, что в этом отрывке просто образ, красота образа потрясла. Мне кажется, что это очень важно, что прежде чем что-то рассказывать, ишнейман махаседава, дух, он покрывает, пока вот эти отруби не будут покрыты водой, дух, только как вода здесь, пока не будет все покрыто, пока не станет, тогда будет найман, вот пока не покроет твой сознание, дух твое, не будет полностью устаканено, тогда это станет твоим, вот это то, чего здесь, по-моему, просто красоты и великолепная формулировка. Мне нравится. Дальше вот вы сами решите. Ну, все. Спасибо. 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 Шаббат шалом. Да, шаббат шалом. Шаббат шалом. Субтитры сделал DimaTorzok.